12 декабря санкт-петербург магазин red на видео распаковка будет для александра город ростов-на-дону южный регион александра правильно выбрал новую модельку легенда тканевые вот так это моделька выглядит это легенда гибридные самая дорогая она бывает в черном цвете и бывает коричневый примерно вот такой цвет коричневый тоже гибрид в своем арсенале она имеет механизм рпп до поясницы упор угол наклона 135 градусов 4d подлокотники на косой направляющей такой большой большой жирный плюс к регулировке кресла можно изменить левый подлог правый подлокотник на левую сторону левый на правый и вот эта подушка подлокотника будет смещаться или ближе к спинке или подальше от спинки можно проэкспентировать и узнать как вам больше будет подходить с моей точки зрения с моей оценки в этом кресле очень классно сделали они вот это вы интегрировали сюда вшили подушку когда кресло приближе приближенных 90 градусам эффективно поддерживает упор для головы и тоже поддержка именно упор для головы также вот это рпп довольно глубоко выходит поэтому радиус настройки очень большой я его применяю с числе сика вообще даже меньше четвертинки чуть-чуть делаю упорчик чтобы на нем сидеть уже этого хватает также комплектуется это кресло мультиблоком усиленным для людей которые заводятся своей осанки примерно сидят в таком же положении рекомендую сюда проэкспериментировать и между мультиблоком и креслом накидать шайбочек вот как я в своем кресле сделал айконе которым я четвертый год уже продолжаю работать вот такой эксперимент это тоже можно проэкспериментировать это этими наборными шайбами мы выравниваем мы выравниваем рабочий угол атаки ведь он практически меня теперь параллельно полу а если по умолчанию без шайбочек то вот он ведь он вот этот рабочий угол завален на спинку поэтому когда мы сидим 90 градусов вот этот угол у нас неполноценный 90 поэтому я его с помощью шайб делаю полноценно 90 градусов вот здесь поэтому тоже есть чему стремиться к идеалу все можно поэкспериментировать проэкспериментировать дома наглядно и так еще александр хочет заказать на море подушки они когда приобретаются с креслом идут со скидочкой тысячи рублей представлю и именно к легенде да вот она всегда заваливается так вот шикарно выглядит так и вот так вот она выглядит с memory подушками конечно смотрите какое гигантская толщина поддержки для головы ну с этой подушкой только можно просматривать видеофильмы в положении лежа тогда она будет эффективно подходить в таком положении 90 градусов эта подушка точно нужно а вот этой можно до попользоваться если не пользоваться рпп она мягенькая вот видите такая об и оживает потихоньку так ладненько все показали все рассказали начнем скрывать осматривать легенды тканевые так смотрите абсолютно новая абсолютно запечатаны все скрывается первый раз территории российской федерации значит у александра у нас смотрите вот рост 7 177 и вес 75 килограмм он сначала хотел хиро тx тканевый ну мы ему переубедили все таки легенда она поуже x3 то есть хиру он пошире даже я себе некомфортно в нем чувствую а в легенде более комфортно поэтому ширина кресла даже визуально на мозг влияет что слишком большего то ну и сиденье у хиру там 49 сантиметров глубина вот это вот а здесь но все-таки 48 сантиметров более-менее подходит до метр восемьдесят вот так метр семьдесят восемь метр семьдесят метр восемьдесят рост пользу ну конечно это кресло идеально вообще будет подходить для роста метр восемьдесят пять именно легенды ну так же как их хиру сам проверил меня рост метр семьдесят восемь мне в нем комфортно сидеть также как лайкони принципе почти что можно сказать то же самое правда гибрид отличается отличается обивкой достаем подготовлю к смотрим и так вот его полностью раскидал значит спинка пакета снимать не буду мне прекрасно все здесь видно никаких заводских косяков я не допущу чтоб вышел из моего магазина поэтому все будет осмотрено и можно верить что кресло в идеальном состоянии так петелучия прямое алюминиевое такое же как у где-то хиру хиру и айкона скрепки алюминиевые петелучия значит мультиблок с усиленной планкой подлокотник 1 4d все с кнопочки делает ровненький заглядим в эту коробочку и тут такая наклеечка это понимаю индикатор если кресло было очень сильно влажное во влажной среде то он сворачивается в трубочку и остается так декоративные банки эти штуки и брюки для мультиблока болты ключи даже болтики вот эти винты для пластика не сделали черный хорошие колеса поревольтановой накладкой с успокоителем на штоке как полагается так газли в четвертого класса пыльник все это есть этому смотрели второй подлокотник вот он тоже все хорошо не прикручен не прикручен сейчас будем прикручивать его так здесь уже обновленный угол наклона предохранителем отложенного срабатывания поэтому через полгода можно будет вскрыть пластик и протянуть эти болты через полгода 8 штук которые держат спинку и который крепят механизм к сиденью и после того как вы соберете кресло вот это вот отверстие отверстие вот это там винт который нужно будет демонтировать для того чтобы работала крючка так тоже смотрим на эти значки что и как делать нельзя вот так вот сидеть не стоит на кресле вот у нас две подушечки которые идут по умолчанию штатные с лям очками и вы ваши будут подушки естественно новые все запечатанное будут это у нас тестовой подушечки у вас будет новый комплект memory так что еще так по правил уход за тканью покупается аэрозоль вот такой баллон я его называю жидкий кислород и после том скажем жарких дней жаркого сезона обливается рабочая поверхность кресла там выжидается пару минут и пылесосом это все собирается это один эффективный способ для устранения именно вот этой каждедневной пыли пота то что остается на кресле и второе правило это взаимодействие с этим рычагом поднимаем его всегда до конца вверх а потом так начинаем давить на спинку когда спинка под нагрузкой от вашей спины рычаг мы не трогаем не пытаемся его поднять все сейчас я затяну эту ручку вот так это выглядит ничего страшного я не знаю кто у них там затягивает или это машины делают это люди делают просто не затянут вот эти два винта и мы их вот сейчас ушли вот видите смотрите что мы выяснили не получилось шлёп потому что резьба сорвана кое-как держится на оставшейся резьбе но не затягивается вот видите пожалуйста вы говорите мне на зачем нужны эти съемки в прямых как говорится в онлайн режиме все вы так попадет вам это кресло что вы будете делать нарезать новую резьбу как там металл настолько тонкий что никакой нарезание уже не поможет поэтому сейчас будем менять подлокотник бывает там из там 100 150 кресел какой-то одно с каким-то маленьким косячком подойдет лучше все это делает сторонней организации так понимаю как то там собирается компьютеризировано все все-таки нобель дает только на свое кресло до видос получится длинный вот заменил подлокотники все поставил пришлось поставить целую пару других подлокотников благо у нас наработанная база есть какие-то ремкомплекты поэтому все вот они старые подлокотники старые новые новые старые новые подлокотники с разбитой резьбой это мы там что-нибудь отдадим на завод нам перекрутит резьбу будет будет потом нормально все и вот я заменил подлокотники они идентичны тоже то же самое только что крем комплект болтики так значит видео распаковка была для александра город на дону 12 декабря правильно выбрал что южный регион взял именно тканевую обивочку вот тут у нас такой house все это сейчас соберемся уложится вроде все рассказал правило рассказал все показал ведь ему все-таки не зря мы снимаем распаковки проверяем все все отдельные детали пуша вот бывают и такие штуки выскакивает